Ну вот сейчас такая рассада у нас хорошая. Ждем первых плодов. Почти за 10 лет, что существует ее сельскохозяйственный кооператив, Ольга превратилась из заведующей магазином в настоящего агронома. Лук, картошка, морковка, перцы, баклажаны и даже арбузы. Это далеко не все, что расположилось на землях предприятия «Газар». Весна – время посева, а значит, больших затрат. Если они нам сейчас помогут, то получается беспроцентные деньги. То есть не надо брать в банке кредит. Они – это население. А помочь мы можем чем? Естественно, деньгами. Вот только и сами не должны остаться в накладе. Для этого в Министерстве сельского хозяйства Бурятии решили внедрить продуктовые сертификаты. Цена одного – 2500 рублей. Купить его можно будет до конца мая. За эту стоимость вы получите определенный набор овощей. Для семьи из двух-трех человек, в принципе, достаточно на зиму. Два-три мешка картофеля, капуста 40 килограммов, морковь, свекла. Средняя стоимость одного килограмма сельхозпродукции при этом составит около 15 рублей. Но получить плоды такого вложения можно будет осенью. По данным Бурястата, средняя стоимость килограмма картофеля в период сентября по ноябрь 2014 года составила 24 рубля. Капусту белокочанную и свежую реализовывали в среднем за 14 рублей. Лук репчатый продавали по 26 рублей за килограмм. Морковь по 24 рубля. Свежие огурцы по 92 рубля. Килограмм помидоров за 82 рубля. Исходя из этих данных, выгода очевидна. А значит, такая предоплата может окупиться. Производитель должен будет привезти товар прямо к подъезду. Но чтобы приобрести это новшество, в район ехать не придется. Однако у горожан уже появились опасения. То есть, если не будет урожая, кто меня застрахует? То есть, я покупаю этот сертификат, трачу свои деньги, получается, правильно? И потом этого мне никто не вернет. И не урожай – это лишь одна из проблем. Буквально через месяц предприимчивые фермеры стали предлагать горожанам более выгодные условия. Гагарина, 22. Сюда мы отправились по следам загадочного продавца продовольственных сертификатов по сниженным ценам. Вывесок и указатели какого-либо сельхозпредприятия не обнаружили. Ну, приходила женщина, клиенты к ней приходили, я не знаю. Последний раз когда ее видели, женщина? Где-то неделю назад. Выяснилось, продавец ненастоящих продовольственных сертификатов вела свой бизнес в офисе агентства недвижимости. Возможно, предприимчивой женщины не оказалась на месте, потому что ранее сюда уже наведывался специалист Минсельхоза. Он предупредил предпринимательницу о том, что она не имеет права реализовывать свой товар, прикрываясь правительственной программой. У нас на руках телефоны из объявления о продаже сертификатов. А с теми, кому продавали сертификаты, договор заключали? Ну, да, объясняло, как это будет. Ну, то есть вы письменно ничего не заключали, да? Нет. Я людей не обманываю же, правильно? Товар я смогу предоставить. В этом я 100% уверенна. Однако показать нам свои сельхозвладения Елена не захотела. В Минсельхозе тем временем подали заявление в полицию и наглядно продемонстрировали, как должен выглядеть сертификат. То есть именно при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, при поддержке Министерства экономики, печать. И обязательно к сертификату заключается договор. Договор поставки овощей. Если вы не уверены в подлинности сертификата, то всегда можете обратиться по телефону, который видите на экране.